Спасибо, уважаемые коллеги, за состоящуюся дискуссию. Понятно, что мы с вами можем, мы должны гордиться нашими путешествиями, выпускниками, например, разных лет, кто научно, если будет конструкторских, на предприятиях, вместе со всей страной ковали пакетные ядерные жители нашей страны, то мало гордиться нам на пейти. И дальше, в мире, нужно по-прежнему быть и быть настоящей пустынцей, как и для обороны, конечно, полностью совершенствовать, для их калификации. Вот это Сергей Валерьевич Гришов, опираясь на архивные документы, сегодня рассказал о психологии политической эпидемии США в 50-е годы, в том, как они, как и у них, мыслилили по отношению к возможности больших урушенных конфликтов с применением ядерного рождения. К сожалению, психология военно-политической эпидемии США не смешно изменилась. И так называемые демократизации и порывы, которые даже в последние 20 лет, ими совершались, я в кавычке, не предупрежден, и они отверглись, мы знаем, об этом, сотни тысяч человеческих жизней в нескольких странах, сегодня независимых странах, и ни родные, ни близкие, ни другие граждане этих стран, которые остались живы, но не вовсе неблагодарны христианским демократизаторам за приходы. Более того, они ненавидят и проклинают всех, кто принимал соответствующие решения агрессии этих стран. Так что нам с вами, поскольку мы приехали к завистанному зданию, которые будут стоящими, которые будут привидеть к оборудованию собственности нашей государства. Спасибо. Спасибо.